Ну и еще об актуальном в такую погоду. Оскомину у всей нашей телекомпании набила уже тема такси. И снова о ней. И снова с неприятным оттенком. В Краснодаре таксист, будучи на выезде, попросил пассажирку снять обувь с больного мальчика. Но маму ребенка такая просьба очень удивила. Женщина возразила водителю, мол, постоянно ездим на такси и берем с собой салфетки. Проблем не было никогда. И если вдруг ребенок что-то даже испачкает, почистить сидение или что-то еще не проблема. Вот тут-то и возник конфликт. Богдан, выходи. Просит освободить салон. Вытрем, ничего страшного. Я всегда с собой влажный, я влажные салфетки с собой вожу. Пассажиры машину такси покинули, опоздав к врачу. А видео попало в сети, где вызвало разногласия уже между пользователями интернета. А что тут такого? Сняла бы обувь и не было бы проблемы. И не нужно вытирать. Вот именно, просит снять. Не надо включать, я же мать. Раз он работает в такси, будьте любезны быть готовым ко всему. Поездка с детьми – это непредсказуемое дело. Возите бахилы с собой, если хочешь, чтобы было чисто. Если мама вытрет, так не будет проблемы же. Купил бы на сидушку тогда специальную пленку. Сволочь он! Видно же, что не я же мать. Иногда поездку на такси могут омрачать такие ситуации, которые связаны с агрессией или неприятным поведением водителя. В таких случаях принято жаловаться в диспетчерскую службу, к которой относится машина. Но что же делать тогда, когда они бездействуют или, что еще хуже, хамят в ответ? Вот вам небольшая памятка. Во-первых, нужно написать письменную претензию в адрес организации на имя руководителя фирмы такси или агрегатора. Претензию потребитель также может оставить в книге замечаний и предложений, которая должна находиться в офисе организации перевозчика. Далее можно обратиться в Роспотребнадзор в отдел по защите прав потребителя. Заявление можно оставить в электронном виде на официальном сайте организации. Также можно подать жалобу в департамент транспорта. При обращении в государственные органы нужно серьезно подготовиться. Необходимо не только правильно и подробно составить претензию, но и представить доказательства событий, описанных в жалобе на такси. В ГИБДД и прокуратуру следует обратиться, если водитель такси причинил вред здоровью пассажирам или совершил иные противоправные действия. В заключении остается сказать, что знать о том, куда жаловаться на такси, полезно любому, кто пользуется. Такими услугами это важно для защиты нарушенных прав и для возмещения ущерба. Будьте бдительны, уважаемые краснодарцы! Да, в каждой истории всегда есть две стороны, и кто виноват, судить не нам. Но случаи такие в нашем городе нередки. В Управлении МВД России по городу Краснодару регулярно поступают сообщения граждан, связанные с различными конфликтными ситуациями, с водителями служб такси. Среди основных причин таких инцидентов вопроса оплаты поездки, в частности несогласия с ценой, также имеют место быть случаи оставления пассажирами ценных вещей в салонах транспортных средств. Вместе с тем в практике городской полиции имелись и факты грабежей как пассажиров со стороны водителей, так и клиентами самих перевозчиков. Как защитить себя от хамского поведения таксистов мы вам рассказали. А вот как таксисту отстоять свои права или любому другому представителю сферы обслуживания, которая, кстати, окружает нас повсюду, о хамстве тех, кто всегда прав, то есть покупателей, в своей авторской рубрике расскажет, мой коллега Алексей Шулепов в завершении нашего выпуска.